Дизайн-система — это как конструктор. Она состоит из множества маленьких элементиков, всяких компонентиков, кнопочек и так далее. Тебя попросили собрать какое-то решение, какой-то раздел, и ты можешь это очень быстро сделать. Все раскладывается по полочкам, по маленьким атомам, молекулам и организмам. Поэтому называется атомарное от слова «атом». Заходит дизайнер или менеджер в проект, и он сразу видит, какие есть вариации у той или иной запчасти или у какой-то кнопки. Новые даже разделы в таком черновом приближении можно создать на минут за 20. Когда ты, например, кидаешь кнопочку, у него там набор свой, какая она должна быть. Синяя, зеленая, двойная, не двойная, маленькая, большая. Он такой поменял, она сразу. А вот такой визуальный конструктор. И в целом все говорят на одном и том же языке. То есть у нас есть понимание определенных компонентов. Они одинаково называются как и у проктировщиков, так и у дизайнеров, так и непосредственно в коде у разработчиков. Такое понятие, как дизайн-система, не укладывается только лишь в вот эти детальки. Дизайн-система — это целая инфраструктура. Это и обучение сотрудников, это и взаимодействие с разработчиками, с менеджерами. То есть это такой большой пласт работы с людьми, который нужно проделать, чтобы это было в компании, чтобы это могли применять. И дополнительно еще накидывается то, что есть куча старого всего, которое как бы надо переводить на новое. И вот этот перевод — это достаточно такая немаленькая задачка. Красиво было бы сказать, что чтобы мы скругли в галки, я там потратил час, и все автоматически применилось, и мы красавчики. Но по факту из-за legacy кода мне пришлось поменять 5000 файлов, и все это заняло там больше месяца. И как раз дизайн-система позволяет выстроить этот вектор развития, когда мы наши legacy, так называемые, то есть старый код мы превращаем в новый, при этом по определенным правилам.